Господин президент, спасибо за разговор с Тиарти, давайте сразу к делу. Европейский Союз обвинил вас в ситуации на границе в миграционном кризисе, вплоть до того, что они говорят, что это вы пригласили мигрантов и беженцев на границу. Что вы думаете по этому поводу и кто на самом деле отвечает за этот кризис? Согласитесь, если вы кого-то в чем-то обвиняете, то для этого надо иметь конкретные факты. Так вот, если коротко отвечать на ваш вопрос, что я повинен в том, что мигранты идут через Беларусь в Евросоюз, факты на стол. Если такие факты будут, я публично извинюсь. Если пространно и широко, то, во-первых, мне с вами очень просто на эту тему рассуждать и отвечать на ваши вопросы, потому что вы больше, чем какая-либо другая страна, я имею в виду Турцию, подверглись нашествию беженцев и хлебнули много бед и проблем от этого исхода беженцев с своих земель через Турцию в Евросоюз. Давайте начнем с того, почему люди, в данном случае эти беженцы, бегут из Ирака, из Сирии, из Афганистана и других стран. Почему они бегут? Потому что Соединенные Штаты Америки вместе со своими сателлитами европейскими и прочими представителями героических государств вторглись на территорию этих государств, причину не будем называть, мы ее хорошо знаем, она банальна, и уничтожили практически эти государства. У этих людей нет жилища для того, чтобы жить, у них нет возможности накормить своих детей, одеть своих детей, но самое страшное, у них нет перспективы на будущее, особенно у их детей. Поэтому они стали беженцами и по разным маршрутам пошли туда, это третье, куда их позвали. Их позвали в Европейский Союз, в частности Германию, старые страны Европы, Великобританию, Францию, Италию, Испанию. Они туда и пошли. В основном тремя маршрутами. В Испанию через Средиземное море, в Италию, в Балканский путь и через Беларусь. Почему через Беларусь? Потому что у нас примерно со ста государствами мира безвизовый режим. То есть, если гражданин Турции захотел прибыть в Беларусь, ему виза не нужна. Он может сюда приехать и определенное количество времени находиться в нашей стране. Этим попробовали воспользоваться беженцы. Люди приехали в Беларусь совершенно законно, заплатили за это деньги. Находятся здесь, платят за питание, одежду. Они платят за различного рода мероприятия, которые они планировали здесь привезти. И под это подстроились мигранты, беженцы. Они начали сюда прибывать как туристы. Они воспользовались услугами такси, частных извозчиков. Все, что возможно в Беларуси для того, чтобы проехать 300 километров и попасть на границу с Польшей, Литвой, Латвией. Сделали они это абсолютно законно. Стоит вопрос. Скажите, что я лично или власти Беларуси нарушили? Какие международные нормы, какие внутренние законы мы нарушили в связи с тем, что сюда приехали эти бедолаги? Ничего мы не нарушили. Поэтому претензий нам предъявлять не надо. Более того, мы свято выполняли наши договоренности с Европейским Союзом по реадмиссии. Европейский Союз разорвал все договоры и соглашения в прошлом году, продолжил и в этом году, которые мы заключили с Евросоюзом по вопросам реадмиссии. Ну, значит, они взяли такой курс в отношении Беларусь. И зачем нас сегодня обвинять? Поэтому упрекать нас в том, что мы сюда завозим людей, предварительно собирая их в Сирии, Ираке и даже Сомали, а собрав, привозим в Беларусь для того, чтобы переправить Европейский Союз. Вот просто безосновательное и непродуманное обвинение. Для чего это делается? Для того, чтобы придумать причину давления на нашу страну, на Беларусь. Как продвигаются переговоры с Европейским Союзом по этому вопросу? Какому? По миграционному кризису. Никак. Они в этом, может, и заинтересованы, но делать ничего в этом плане не хотят. А им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Беларусь. Поэтому они не участвуют в этих переговорах, хотя и ответственные лица были назначены с их стороны, которые должны были вести с нами переговоры. Ну, наверное, очень заняты. Проблем в Европейском Союзе сейчас большое количество, поэтому не до этого. Как мы понимаем, у них позиция одна – рассосется. Но я так понимаю, что вы сейчас находитесь в состоянии переговоров с Германией, правильно? Нет.